Город Николаевка в десятки километров от линии фронта ежедневно под обстрелами российской артиллерии. Огонь ведут по жилому сектору. Мы вчера уже выметали стекла. Оттуда прилетело, а у нас посыпали стекла и людей повыбивало. А сегодня вторично. Сегодня рамы только начали ставить. Полетело еще больше. Взрыв и дымярники и все остальное. Ничего не свиста, ничего не было. Все ничего, даже не слышно было ни прилетов, ни свиста, ничего не было. Вся волна ушла в ту сторону, походу. Вовдеевке в результате обстрелов уже пострадало более 90% городской инфраструктуры. Под прицельным огнем с начала боевых действий все 8 лет коксохимический завод. В Бахмуте, который находится фактически на линии огня, можно на пальцах сосчитать уцелевшие здания городской инфраструктуры. Россияне обстреливают город и днем, и ночью. Здесь нет электричества, воды и мобильной связи. Света, газ, воды у нас уже нет больше двух месяцев. И не то, что света, даже связи нет. У нас даже с коммуникацией позвонить в другой город невозможно практически. Ну вот, возьмите телефон и попробуйте это. Ты уже спешишь, думаешь, проснешься или нет. Чтобы согреться и приготовить еду, местные собирают ветки деревьев, которые остались после обстрелов российскими снарядами. В Покровске после обстрелов в ночь на воскресенье местные жители продолжают разбирать завалы во дворах и в домах. Тогда основной удар пришелся по частному сектору. Кухня и дома. Вы спали, услышали громкий взрыв, да? Вышли и все? Да. И тут слово, что взрыв. Все повылетало, и окна, и двери, все спало. Городские власти сразу выделили пострадавшим стройматериалы, чтобы закрывать пробитые крыши и выбитые окна. Любовь Александровна говорит, снаряд попал в ту ночь прямо в ее дом. Ее дочь и зять погибли. В ночь на понедельник российская ракета прилетела в Донецкий областной перинатальный центр, полностью разрушив приемное отделение. Здесь до конца февраля оказывали помощь роженицам из прифронтовых населенных пунктов. От приемных покоев осталась лишь груда кирпичей. Ну как было, как бахает сильно. Сильно, да? Прям громко-громко, да? Да, потому что сразу сказала, что это где-то у нас рядом. Рядом. Когда врачи говорили. Россияне, говорят, бьют по военным объектам. Это разве военный объект был? Это военный объект. Знаешь, здесь никто сейчас не рожает, ни операцию не делает тут. Но прием днем здесь проводят. В ходе масштабного контрнаступления украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. Они показали масштабы разрушений, которые вызвали российские обстрелы. Село находится на границе с Харьковской областью и было оккупировано российскими войсками. Во время оккупации в Богородичном оставалось всего два местных жителя – Николай и его 93-летняя мать. Ранее стало известно, что в понедельник вооруженные силы Украины вошли в Светогорск в Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от российских оккупантов. Подразделения НГУ, ВСУ и территориальные обороны вошли в город Светогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупантов. Победа будет обязательно за нами. Алена Грамова, Анастасия Волкова из Донецкой области. Для телеканала Freedom.